Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. В начале выпуска коротко о главном. Глава области Нурмухамбет Абдебеков ознакомился с готовностью энергетических предприятий к новому отопительному сезону. На что жалуется в Кукпикте? Аким Бухаржиралского района Нуркен Кубжанов провел встречу с населением. Караганду посетил бронзовый призер московских олимпийских игр подзюдо Александр Искевич. Сегодня Аким области Нурмухамбет Абдебеков посетил ТО «Теплотранзит Караганда» и «Караганды Жарык». Глава области ознакомился с готовностью энергетических предприятий к прохождению нового отопительного сезона. В ТО «Теплотранзит Караганда» глава региона осмотрел спецтехнику и диспетчерскую службу магистральных тепловых сетей. Интересовался наличием на складах предприятия материалов, необходимых для прохождения отопительного сезона. Кроме того, заслушал отчет руководства о проведенной работе по подготовке к зиме и текущей ситуации по подключению потребителей. В результате этой работы реконструировано около 5 километров тепловых магистралей, отремонтирован 31 километр аварийных участков, установлено 729 приборов учета тепловой энергии. На 100% запущено тепло на объекты социальной сферы. В первую очередь включились объекты здравоохранения, образование, соцкульпт, объекты спорта. У них 100% включение уже. Сейчас у нас идет под включением многоэтажного жилого сектора. Буквально уже 95% включено. Буквально остались только те дома, в которых проводятся ремонты по программе модернизации ЖКХ. Они тоже уже будут готовы, будем их включать в работу. Нурмухамбету Абдебекову также отчитались и по теплоснабжению строящихся жилых районов юго-восточной части Караганды. Работы в этом районе идут в ускоренном темпе. Вдобавок рассказали о разрабатывании проектно-сметной документации на строительство тепломагистрали от ТЭЦ-3 протяженностью 40 километров и ориентировочной стоимостью более 10 миллиардов тенге. Нурмухамбет Абдебеков побывал на строящейся подстанции Жары, где к настоящему времени выполнено строительство производственной базы двух зданий административно-бытового корпуса и столовой. Установлен новый силовой трансформатор. Ознакомился с работой энергоационной диспетчерской службы. Выслушав отчеты услугодателей о проделанных работах, Аким области остался доволен результатами. Мы в зиму входим достаточно надежно по электроснабжению и по теплоснабжению в предприятии наших коллег. Аким области был представлен не только отчет, но и презентацией инвестиционной программы ТО «Караганды-Жарык» и подготовки электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода. Аким Бухаржиравского района Нуркен-Кубжанов провел сход с жителями села, в котором обсуждались возникшие вопросы пострадавших по распределению средств из общественного фонда помощи. Жители также жалуются, что за помощь в строительстве домов им не заплатили, а ведь строили почти всем поселкам, как студенты, так и взрослые. На сходе присутствовали заместители Акима района, руководители районных отделов и организаций, прокурор и начальник управления внутренних дел Бухаржиравского района. Руководство полностью проинформировало о том, как проводились работы по ликвидации ЧАЭС. Также рассказали, как распределялись средства из общественного фонда. За счет средств фонда перечислено наличные счета пострадавших, а также произведена оплата услуг в рамках восстановления села после ЧАЭС 270 миллионов тенге. Из них я хочу вот сейчас расшифровать 87 миллионов и 7 тысяч тенге. Аким Бухаржиравского района и местные власти приехали в поселок Окпекты с полным отчетом. В благотворительной помощи пострадавшим села Окпекты приняли участие 670 государственных учреждений и 145 частных лиц. Для поселка была проведена большая строительная работа. Можно сказать, за полгода его построили заново. Но все равно у жителей есть жалобы и недопонимания по вопросам общественного фонда и возмещения ущерба. Проживаю в Окпекты. Мой сын работал там, в фирме Аспав. И как бы отработал, и мы не заплатили вообще деньги. И студенческих. Мотивирует тем, что как бы не работал. А почему вот как он весь день просто стоял, в Акима отходила, мне сказали, что заплатят. Сколько я ходила, они вот бухгалтерия посчитают и до сих пор. Жители поселка обратились ко всем районным и областным властям, к депутатам областного маслехата. И даже писали жалобу в администрацию президента по поводу того, что выплаты компенсации недостаточно, чтобы восстановить испорченное имущество. Также у них большой страх повторной трагедии. И мы опять будем на пороховой бочке сидеть. Потому что выше там за километр, и есть еще одна платина. И где гарантия, что она не порвет, и мы опять не поплывем. По виновникам, еще раз хочу объяснить, что идет уголовное дело. Уголовное дело расследуется. По решению суда виновники в любом случае будут уже установлены. И в отношении них вы будете подавать гражданские иски о взыскании причиненного вам вреда и ущерба. На встрече с Акимом района пострадавшие жители поговорили о наболевшем и разрешили все свои сомнения. Лариса Хусейнова, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Аким области Нурмухаммед Абдебеков побывал с рабочей поездкой в Садпаеве и ознакомился с ходом реализации комплексного плана социально-экономического развития городов Жизказгана, Садпаева и Улытаусского района на 2012-2020 годы. А также посетил спортивно-оздоровительный комплекс ТО корпорации «Казахмыс». Нурмухаммед Абдебеков посетил спортивные комплексы города Садпаев. В их числе – плавательный бассейн и ледовый дворец. В ходе рабочей поездки были обнаружены недостатки. Например, в ледовом дворце ветром снесло крышу. Нурмухаммед Абдебеков дал поручение восстановить ее в кратчайшие сроки. Рабочая поездка прошла хорошо. Уже заметны результаты работы по развитию города. Нурмухаммед Абдебеков дал ряд поручений Акиму Садпаева, касающихся социально-экономического развития этого города. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. В 2014 году жителям Земли посчастливится наблюдать сразу четыре затмения. Два лунных и два солнечных. Первая пора затмений произошла в апреле этого года. Вторая пора произойдет в этом месяце. Одно из них сегодня. Лунное затмение происходит во время полнолуния, когда тень нашей планеты закрывает Луну полностью или частично. Сегодня произошло второе уже в этом году полное лунное затмение. Луна в этот день находится в соединении с Ураном на 15 градусах Овна, а Солнце в соединении с Венеры на 15 градусах весов. Сегодня его смог увидеть весь земной шар в 5 часов вечера. Дни, когда происходят такие явления, как затмения, стоит воздержаться от принятия важных решений, так как они влияют на здоровье метеозависимых людей. Один из интересных фактов о затмениях, что единственное место в нашей Солнечной системе, с которого можно увидеть затмение Солнца, это наша планета. В Древнем Китае люди верили, что во время солнечного затмения Солнце проглатывает солнечная собака. Поэтому при каждом затмении китайский народ разом судорожно стучал в барабаны и всячески шумел, чтобы чудище вернуло светило обратно. Вот откуда в китайском языке произошел иероглиф, обозначающий затмение. Все лучшее детям. Отделение социальной помощи на дому Октябрьского района и отдел занятости и социальных программ совместно с детским развлекательным центром «Бегопарк» организовали мероприятие для детей с ограниченными возможностями. Отделение социальной помощи на дому Октябрьского района обслуживает 156 детей и 187 человек старше 18 лет с психоневрологическим заболеванием. Также 74 пенсионера первой и второй группы инвалидности. Развлекательный центр «Бегопарк» регулярно проводят акции, предоставляя бесплатные аттракционы для детей-сирот и инвалидов. Сегодня участвует 20 человек, которые обслуживаем на дому. Дети с ограниченными возможностями до 18 лет. Детей встретил веселый клоун, который развлекал и присматривал за ними. Веселье началось с каруселей, которая неспеша под музыку катала маленьких гостей. Дети катались на разных поездах, на большом, на маленьком, из которого можно было поливать водой, а также на подземном поезде, где можно было увидеть больших улыбчивых гномов. Детей переполняли эмоции радости, с которыми они делились с родителями, а родители поделились с нами. Аттракционы бегопарка подарили детям радость и веселье, а родителям счастье. Бигзат Алигайдаров, Шалкар Алтымбеков, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. Очередная разгромная победа Сарарки. В рамках чемпионата высшей хоккейной лиги Карагандинский хоккейный клуб принимал Челябинский Челмет. Сарарка одержала победу со счетом 7-3. Первый период игры закончился ничьей 1-1. Открыла счет наша хоккейная дружина в исполнении Михаила Паншина. Но спустя пару минут мощный удар Артема Чистякова сравнил счет. Во втором периоде в середине игры сараркинцы за 3 минуты забили 3 шайбы. Эрик Шевченко, Александр Шинкар и Егор Шастин. Разрыв в счете вынуждает гостей заменить вратаря. Играя в большинстве, Дмитрий Петров сокращает разницу в счете. На что подопечные Алексея Фетисова ответили двумя шайбами Константина Савенкова и Евгения Гасникова. На последней минуте второго периода челябинскому игроку Игору Черкасову удается забить шайбу. В третьем периоде Александр Шинкар отличился точным взятием ворот. 7-3 окончательный счет на табло. Победа за сараркой. Следующая игра сарарки состоится 13 октября в городе Нефтекамс против Тороса. В Караганду приехал бронзовый призер московских олимпийских игр под дзюдо Александр Яцкевич. Встретиться с призером приехали тренеры по борьбе дзюдо из северного и центрального регионов страны. Инициатором встреч является Казахская Академия Спорта и Туризма. Теоретические занятия во дворце спорта имени Нуркена Абдирова проводил лектор-профессор, заслуженный тренер Республики Казахстан Михаил Шапетюк, который рассказал о методике обучения техническим действиям и структуре многолетней подготовки борцов. Поэтому, если мы с вами, с учеников, сразу же в процессе обучения, там где-то на втором-третьем году обучения, сразу же надо давать обязательно знания тактические. Казахстанские дзюдоисты, призеры Олимпийских игр Асхат Джиткеев и Айден Смогулов были почетными гостями семинара. Айден Смогулов поделился мнением об этой встрече. Вся эта работа проводится для того, чтобы наши молодые тренеры могли научить подрастающие поколения, как достигать больших высот, которые прославят казахстанское дзюдо на весь мир. Практическая часть занятий проходила в спортзале «Дзюдо Азия». Тренировку руководил Александр Ицкевич, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер Московской Олимпиады, обладатель шестого дана. Он также тренировал сборную Бельгию в 2000-х годах под дзюдо. На тренировке рассматривалось обучение техническим действиям и технико-тактического мастерства дзюдоистов. Такие познания пойдут спортсменам на пользу. В скором времени они начнут применять их на практике. Также это даст хороший импульс развитию борьбы дзюдо, который является олимпийским видом спорта. Приглашенный тренер, один из лучших тренеров под дзюдо в мире. В 2004-2006 годах он был признан лучшим тренером мира под дзюдо. Поэтому мы пригласили его в Казахстан и сейчас мы по всем регионам делимся своим опытом. Тренеры нашего региона уже воспитали немало именитых дзюдоистов, таких как Максим Раков, Ержан Шинкеев, Ислам Бозбаев, Кайрат Агибаев, Айдын Смогулов, которые борются на международной арене. Но за каждым громким именем стоит работа тренера, который вкладывал в свой труд спортсмена. Именно такие семинары способствуют личностному росту тренера и будущих чемпионов. Викзат Аликайдаров, Айдын Жахан, Бахтяр Аспанов, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинские рукопашники приняли участие в первенстве мира по рукопашному бою среди юношей, который проходил в городе Санкт-Петербург. Наши спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. Во дворце спорта имени Нуркена Абдирова прошло чествование юных спортсменов. Наш регион имеет хорошие традиции в боевых единоборствах разных стилей. Рукопашный бой пользуется особой популярностью из-за своей зрелищности. В чемпионате мира по рукопашному бою приняло участие 15 стран. В составе сборной страны от Карагандинской области соревновались 6 бойцов, которые стали призерами и победителями соревнований. Я считаю, что наши подопечные выступили успешно в этих соревнованиях. Не зря были потрачены деньги, выделенные нам из бюджета. Карагандинцы для сборной страны принесли немало медалей различных достоинств. В возрастной категории 13-15 лет Касымжанов Ануар завоевал серебро, а Абайф Алишер и Толюбпердив Жаслан заняли третьи места. В следующей возрастной категории 16-17 лет серебряные медали у Серика Аблайхана и у Максутова Адильжана. Чемпионом первым состав Акпанбетов Дулат, получивший кубок. Я провел три боя. Первый бой вышел с россиянином. Он был очень сильным соперником для меня. После него я вышел с Чехии. С Чехии мне было намного легче, чем с россиянином. Выиграв с Чехией, я вышел в финал. В финале вышел с Киргизстаном. Я его выиграл досрочно болевым приемом. Все спортсмены были подготовленными, хорошими, сильными. На сегодняшний день боевые единоборства в нашем регионе имеют бурное развитие среди молодежи и юношей, чему свидетельствуют достижения наших спортсменов на мировой арене. Бигзат Аликайдаров, Айдын Джахан, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Аман Сау Булмаздар. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова